Город столько вкладывают в транспортную инфраструктуру. Для кого все это? Когда же все-таки мы увидим уже летящие магистрали, построенные дома, цветущие сады? Оценим, хочу я здесь жить или не хочу. Камеры выключаем и поехали договариваться. Всем привет! Это видеоблог «Хочу квартиру» и я, Никита Журавлев, рассказываю, что происходит в Москве с новостройками, с недвижимостью. Сегодня я хочу поговорить с вами о Северо-Западном административном округе, а точнее о его районе Хорошовом Немнике. Как считается, что Северо-Западный административный округ – это самый экологический район и округ Москвы. Как он развивается, что здесь будет, как он будет расцветать, что происходит. За моей спиной мы уже видим Северо-Западную хорду, которая должна до конца года открыться, старый фонд, в который будет реновироваться, новые дома, которые уже возведены, где люди живут. Хорошовом Немнике – это густонаселенный довольно-таки район, который находится недалеко от центра. Звенигородское шоссе, Немнике, Москва-река. В этом районе присутствуют такие довольно интересные объекты, которые можно посмотреть, как они будут развиваться, что там будет, удобная ли будет транспортная инфраструктура. Мы зададим главный вопрос главному строителю города Москвы и потом посмотрим какую-нибудь новостройку. Поехали! Какой красивый вид, Никита! Марат Шекерзянович. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, город столько вкладывает в транспортную инфраструктуру. Здесь мы видим, что идет северо-западная хорда, метро. А для кого все это? Во-первых, на сегодняшний день здесь утвержден проект планировки. На этом месте будет построено более миллиона квадратных метров жилья и офисных помещений. Более того, 240 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации здесь проектируется полным ходом. У нас ведь если посмотреть на район Хорошево-Мненники, здесь сплошные пятиэтаж. У нас был вариант, либо мы заходим во дворы, где особо тоже места нет, начинаем строить стартовые дома, создавая недобства для жителей. Либо мы строим здесь микрорайон и людей сразу переселяем. И я хочу сказать, здесь у нас уже полным ходом идет проектирование и подготовка территории. Мы начинаем строить уже в этом году. Если посмотреть район Филей, он же вот здесь за мостом. Здесь буквально 100 метров ширина Москва-реки и район полностью отрезанный, который выезжает по одной узкой улице в сторону Большой Филевской улицы. Мы сегодня проектируем здесь мосты. Один автомобильный, один пешеходный. И для жителей ближайших домов до станции будет пройти 300 метров. То есть мы Филей полностью раскрываем. И дальше мы начинаем этот микрорайон полностью обустраивать. Строя его офисные центры, строя развлекательные центры. Очень хороший парк мы здесь проектируем. То есть мы как раз наконец-то начали работать как во всем мире. Опережающая инфраструктура, а потом сверху строится. То есть сначала создать транспортную инфраструктуру, которая будет развивать весь этот район. Конечно, транспортная инженерная инфраструктура дает сразу приток огромного количества инвестиций. Вот мы построим здесь две станции метро, а общий объем инвестиций, который на территории оценится, он больше 200 миллиардов. У нас фактически налоги от построенной здесь недвижимости полностью окупают наши затраты на метро. Вы здесь будете строить как город, а какие-то инвесторы сюда придут. Есть ли уже какие-то проекты, которые по жилью можно будет присматривать себе? Какие-нибудь квартирки? Мы вообще сейчас, построив полностью транспортную схему, автомобильную схему, обеспечив все участки инженерной и коммуникации, мы будем выставлять на конкурс. Это будут открыты торги? Да, это будут конкурсы и будут участвовать инвесторы. В Хорошовом-Мневнике площадь территории района составляет 1700 гектаров. Граница района Хорошова-Мневнике проходит по оси причального проезда, далее по оси русла реки Москвы, с северными границами территория газораспределительной подстанции и станции «Октябрь» и стадиона «Октябрь». А как, в принципе, северо-западный округ развивается? Здесь же, кстати, это первое метро в этом районе. Здесь не было никогда метро. Вот это как раз зона, она была оторвана. По первой программе переселения была достаточно плотно застроена, плюс сейчас вот эта вторая волна, тогда несносимых серий началась, попала вся в реновацию. Поэтому здесь прогнозируется увеличение площади, будет определенное количество увеличений жителей. Сегодня северо-западный округ получает сразу несколько серьезных транспортных решений. Во-первых, большая кольцевая линия метро, начиная от Хорошевской, Народного ополчения, Невники и Карамышевской. Четыре станции метро получает. Плюс мы планируем от Шелепихи сейчас строить будущую линию в Рублево-Архангельское. Это еще появится станция Пресня между Шелепихой и Народного ополчения. А на Народного ополчения мы уже сейчас строим станцию в Черне, в Бетоне, которая пойдет на будущую Рублево-Архангельскую. Потому что, если мы ее сейчас не построим, мы потом в действующей линии не сможем пристроить станцию. Поэтому мы с запуском построим полностью в железобетоне станция, которая будет ждать свое время, когда пойдет окончательно ветку уже на Рублево-Архангельске. Хрошово-Мневники является самым крупным по численности районом Северо-Западного округа и расположенным ближе всех к центру города. Однако большой престижностью Хрошово-Мневники похвастаться не могут. Главным образом по причине непростой транспортной инфраструктуры. Как и большинство районов Северо-Западного округа, Хрошово-Мневники имеют множество выходов к воде. Почти две трети его периметра имеют живописные виды на Москву-реку. А в западной части расположен Северный Бор. Особо охраняемая природная территория с уникальными ландшафтными озерами и оборудованными зонами отдыха. У нас фактически этот округ выходит границей к Сити, выходит границей к МЦД-2, к станции Тестовская, к станции Пресни. У нас еще появляется дополнительная возможность для связки с МЦК и с радиальным направлением МЦД-2. Что касается автомобильного, то северо-западная хорда полностью прошла через северо-западный район. Мы буквально балочный мост через канал имени Москвы заканчиваем в этом году устроить. И жители северо-западного округа могут на сегодняшний день выехать по северо-западной хорде, хоть на северо-восточную хорду, хоть на южную Ракаду, хоть на МКАД, хоть на Третье транспортное кольцо. То есть фактически мы дали такую для северо-западного района очень серьезную транспортную связку. Вот это его рост развития района фактически опережающим темпом компенсируется строительством всей транспортной инфраструктуры. Но это же еще и развитие большого Сити-2. Да, и конечно примыкание вот это Сити-2, оно в основном касается северо-запада, потому что здесь и вдоль набережной будет развитие дальше, район Хорошево-Мневники и через Москва-реку, район Фили с Национальным космическим центром. Это тоже огромный проект, да. Это тоже как один единый такой проект – Дневники и Национальный космический центр с технопарком. Это административно разные районы, а как проект это один. Когда же все-таки мы увидим уже летящие магистрали здесь, построенные дома? Примерно какой год вы видите, что здесь уже можно строителям уйти и люди будут жить в этом прекрасном месте? Через три года здесь будет построена в первую очередь по реновации станции метро, благоустроенный парк. Вторая очередь, которая ближе к станции Мневникам, она будет строиться в течение 7-8 лет. Но вот эта первая часть с благоустройством, с набережными, с парками, она будет уже в течение трех лет. Приедем в 2022 году и проверим, как вы тут построили. Спасибо огромное, хорошего дня. До свидания. Ну что, вот такая вот у нас получилась информация. Мы скоро увидим здесь цветущие сады и будем развивать здесь жилье. 2022 год, появятся новые жилые комплексы, можно сюда инвестировать. Во-первых, это первое для девелоперов, очень хорошая возможность. Для нас, жителей, новый отличный район и мы посмотрим какой-нибудь сейчас проектик, который находится рядышком и оценим вообще, как классно здесь жить. Вон там высотки, поехали туда. Северо-западный округ – очень густонаселенный район с точки зрения новостроек. Здесь строят и новые Тушино, Символ и очень всего много. Но мы же сегодня говорим о Хорошовомневниках и, конечно, посмотрим очень интересный объект компании «Инград», я здесь еще ни разу не был, «Серебряный парк». Посмотрим, что они предложат мне, как потенциальному покупателю и расскажем об этом проекте «Серебряный парк» в Хорошовомневниках. «Серебряный парк, серебряный парк, серебряный парк, серебряный парк». Привет, я Никита. – Константин. – Константин нам сегодня расскажет о Серебряном парке. Мы, что он себе подберем, посмотрим. Тем более, у них здесь есть террасы, которые они не продают еще, как я знаю. – Продаем, но не всем. – И, соответственно, попытаем, что здесь у них происходит. Давай начнем с макета. – Да, пожалуйста. – Концепция. В чем заключается уникальность этого объекта, почему я должен здесь покупать и чем вы отличаетесь от своих конкурентов, которых здесь довольно много? – В первую очередь, это архитектура. Разработана она архитектурным бюро «Спич», «Чобан». – Удивительно. Где он сейчас не разрабатывает? Мне кажется, если у тебя не «Чобан», то ты вообще не в тренде и ты не в рынке. – Да, и здесь архитектурная концепция была сделана с взглядом на франкфуртскую филармонию. Сводчатые фасады – это, как мы понимаем, темный кирпич в отделке. Когда мы говорим про Серебряный парк, мы всегда говорим о том, что это концепция перехода от старого к новому. От старого – это сводчатые фасады, темная отделка фасадных фасадов, и мы переходим на современные тенденции – это стекло, обилие стекла, обилие бетона. Это светлый фасад, белый кирпич. – Прикольно. – Он является жилым комплексом бизнес-класса, но с интересными решениями. Это пентхаусы с террасами. Эти террасы, возможно, эксплуатируют круглогодично. – Террасочки круто было бы вообще. Почем террасы нынче? – Террасы начинаются от 40 с небольших миллионов рублей и метраж у них… – 200? – Чуть меньше. – От 120 метров. – С террасы круто было бы, конечно. Ну, ладно, окей. Я смотрю, вы тут вынесли шумные зоны со двора? – Активные зоны мы вынесли за пределы двора. Внутренняя часть формата лаунж, достаточно тихая, прогулочного формата. Естественно, это двор без машин. Огороженная территория по контуру жилого комплекса. Внутренняя часть пространства, она изолирована, что важно для семей с детьми. – Очень важно, да. – Двумя, тремя. Внешний контур по границам стоит, да. Здесь детские площадки, их достаточно много, это зона активного спорта. – Слушай, я сейчас разговаривал с Маратушкой Дезьянычем на тему развития транспортной инфраструктуры этого района, и он мне начал говорить, что они начинают закладывать рублево-хангельскую ветку. Здесь где метро будет, которое будет соединяться? Для людей будет транспортная инфраструктура метро. У нас здесь рядышком где-то проходит. – Да, это будет здесь буквально метрах в 200. Станция метро живописная. Один из плюсов района, да. Потому что район будет развиваться. Концепция развития вот этих территорий, которые находятся в небольшом отдалении от жилого комплекса. Это парковые зоны, это большие зоны со спортивной инфраструктурой. Целая история развития ближайших 2-3-5 лет. Район будет кардинально меняться. – Мы уже видим, что здесь такие хорошие новостроечки идут. Прошел Мнемники очень сильно, плотно заселен. За счет реновации развивать его и делать новые пространства, вынося реновацию за Москву в Мнемниковскую пойму. – Давай мы посмотрим что-нибудь из планировочек, подберем себе какую-нибудь стометровочку и оценим, хочу я здесь жить или не хочу. – У нас есть подбор квартир. – Не надо этих бумажек, этих планировок. Взял, планшет одел, наставил здесь, все покрутил и повертел. – Мы рассмотрим четвертый корпус как один из самых высотных с одной стороны, а с другой стороны мы понимаем, что вот эта часть жилого комплекса, она самая видовая, она выходит на Серебряный Бор. – Прикольно, нам туда парк, туда лесопарковую зону крутят. – Уже с малых этажей видовые характеристики там поражают. Как вариант, начнем с пятого этажа, например, там уже много чего видно, 106 метров, таких квартир у нас достаточно много. Это трехкомнатная квартира с уникальными своими преимуществами. – Это окно в санузле, где окно ванны. – Это сейчас тенденция. – Это тренд такой вообще, вышаг. – И плюс к всему она еще с угловым решением. Плюс вот же с видовыми характеристиками. Клиент, который покупает эту квартиру, если мы говорим про тебя в частности, ты будешь наслаждаться видом из санузла, из ванны в направлении Серебряного Бора. – Мы сейчас посмотрим 106-метровку, заодно и на стройку сходим по хулиганям и посмотрим, хорошая ли у них культуростроительство. – Слушай, а сколько здесь у вас народ работает, вообще, как муравейник? – Здесь, на самом деле, так и есть, потому, что мы видим процентов 5 от той активности, которая здесь происходит. Под нами подземный паркинг, он двухуровневый. – Это стелобатная часть? – Это стелобатная часть, внутри корпусов. Поскольку проект на завершающей стадии, активность внутри по возведению инженерных систем, она, конечно, зашкаливает. – Это квартиры? Сколько там потолков? – На самом деле, это не квартира, это второй уровень коммерции. Там высокие потолки. – Здесь уже ощущается какая-то венецианская, франкфуртская архитектура. Это эркеры или сводчатые окна? – Сводчатые окна. Обрати внимание отдельно, что они объединены для того, чтобы создать такую более монументальную архитектуру, они объединены в два этажа. – Ритмика окон. – Да, ритм фасада. – Музыкальный фасад кто-нибудь в этом роде, играющий, музыкальный. – Подожди, вы что, делаете клинкерные кирпичи, каждый кирпичик выкладываете в свой градиент? – Конечно, так и есть. – Это мужики, которые делают фасад, берут каждый кирпичик и по градиенту выкладывают? – Да, у них при том, что чем выше, тем сложнее выкладывается, потому что там сочетание цветов. Если ты обратишь внимание, где-то от восьмого этажа и выше смешение разных оттенков, они по итогу должны перейти плавно в белый цвет. – Вы психи. – Это непростая работа. – Психи, реально. Пойдем, посмотрим, уже потрогаем ручками квартирку. Все-таки классно быть блогером, видеоблогером, когда тебя могут пустить на стройку и ты можешь уже посмотреть воочию ту квартиру, которую хочешь купить. – Это места общего пользования уже готовые, да? – На степовых этажах для того, чтобы понимать, в какой гамме и как будет строиться общего пользования, подъезды, входные группы и тому подобное. – В стекле будут двери? – Я смотрю, вот это шкафчики – это коммуникация квартиры? – Это силовая история и это слаботочка. – Я кран выключить могу? У соседа прорвало трубу, мне не нужно вскрывать квартиру, ему приходит управляющая компания и здесь перекрывает. – В целом, да. – У кого-то что-то прорывает, нужно взламывать квартиру и там все перекрывать или весь стояк перекрывать, а здесь зашел – чик-чик. Правильно делать начали, что коммуникацию выносят в МОПа. – Квартиры, которые идут в первом и шестом корпусах – это уже в Волкомплексе – те, кто с отделки, у них у всех в системе «Умный дом» встроена защита от протечек. Это отдельная вещь. – Еще и «Умный дом» у вас? – Совершенно верно. – Все говорят об этом «Умном доме», пока ручками не потрогаешь, вот он работает. Вот тогда можно сказать «Умный дом» работает, но не знаю, давай мы через год приедем и посмотрим твой «Умный дом». – Давайте. – С удовольствием. – Квартирку мы посмотрим какую? Вот эту. Слушай, подожди, у тебя здесь всего 4 квартиры? – Совершенно верно. Это 3-4, максимум 5 квартир на этаже. – Это тоже хорошо. Так, сейчас посмотрим квартирку, покритикуем ее чуть-чуть. – Это 110 метров. – Высота потолков какая-то тут огромная. – Да, здесь больше 3 метров. – Давай пройдемся по планировочке. Значит, это предполагается кухня. – Совершенно верно. Это, как ты видишь, трассировка, отдельная комната, которая предполагается, возможно, как детская, потому, что это выход во двор, тихий уголок в квартире, гостиная либо еще одна спальня и дальше мастер-спальня. – Вот скажи, пожалуйста, я всегда удивляюсь решению по поводу вот этой барной стойки. Вот она зачем? Я же ее все равно вынесу. – Не все выносят, в зависимости от того, как реагируют наши клиенты. Кто-то хочет, чтобы это были панорамные окна, кто-то хочет, чтобы это были отдельные блоки балконные. – Если человек хочет поставить себе барную стойку, он подставит ее, а так у тебя сразу пространство. Тем более, смотри, какие видовые характеристики офигенные во двор будут. – Обратите внимание, что это пятый этаж. – Пространство открывается внутри двора. И самое классное, что ты видишь во двор хорошую архитектуру. У тебя нет этих панелек, старого фона, и ты по-другому ощущаешь свои окна в окна. – Класс! – Когда мы будем заканчивать благоустройство, ты увидишь, как у подобных больших окон видно благоустройство, виден двор. Это отдельный момент. – Привет, сосед! Привет! Давай, сашлыкайте! Что там? На сашлыки заходи! – Вы сдаете уже зарегистрирование, и я хочу снести вот эту стенку и сделать здесь общее пространство, мне нужно будет перепланировку делать, перезагрировать. – Да, но это не критичная история, мы можем это сделать сами. У нас есть такая услуга, ты должен к нам обратиться и сказать, что я хочу снести вот эту стенку. – Слушай, а сколько стоит вот эта 110 метров? – Если мы ориентируемся на эту квартиру, то ее ценник будет в районе 28 миллионов. – Ну, такой я, конечно, не попадаю в бюджет. А скидки? А, камеры выключаем и мы поехали договариваться. Ты мне говорил, что здесь ванна с окном, а мне соседи не будут подглядывать? – Тут достаточное расстояние, чтобы достаточно комфортно себя чувствовать. – Вы когда-нибудь хотели ванну с окном? Нате, получите. – Она такая не очень большая у тебя получается. – Здесь разделенный санузел, и поскольку это ванна, здесь будет непосредственно ванна, и туалет будет находиться слева. – Ага, а это получается? – Мастер-спальня. – Мастер-спальня. У тебя спальня, сразу проходишь в ванну и, соответственно, там делаешь все свои дела и можешь пробить стенку, наверное, чтобы соединить все это дело. – Есть такая. – Слушай, два окна в спальне. Куда кратить-то я поставлю? То есть, я поставлю что-то кровавое. А, я сюда ее поставлю, и я вечером смотрю проект на всю стенку. Куда я буду проецировать? В окно? – Я думаю, что можно повесить жалюзи на окно и проецировать. – Знаете, два окна в спальне? – Да. – У тебя сколько в спальне окон? – У меня в спальне нет окон. – А, вообще да. В спальне проводишь всего 40 минут своего времени. Заснул, проснулся и ушел. – Сознательного. – Сознательного, конечно. И основная задача – сделать пространство, где вся семья у тебя проводит время. Большая гостиная с кухней и так далее. – Спальня, она у тебя 2 часа в день. – Все правильно. Менение спальни с этой точки на ту возможно. Это все зависит только от фантазии непосредственно собственника. Когда мы создавали проект «Серебряный парк», ощущения, которые были вот в этом месте, они были инфицированы на вид из окон. Любую точку с любого этажа открывается достаточно хорошая панорама. Что может быть лучше – утром проснуться? Реальность такова, что здесь хорошие видовые характеристики из любой точки. – Окна, конечно, шикарные. А что? – Рейнерс. – Слушай, большие они, клево. Вот это решение, конечно, прямо, да? Кость, спасибо. Я жду от тебя уникального предложения. Спасибо огромное. Мы поехали дальше. Оставайтесь на канале и я ищу концовочку, там что-нибудь скажу. Друзья, не знаю, как вам, а мне «Хорошоубневники» очень понравились. Очень интересная перспектива развития района, где будут сдаваться новые кварталы. Серебряный парк – тоже неплохой объектик, на котором можно остановиться. Но мы на нем не остановимся, будем дальше искать. И я хотел бы к вам обратиться в следующее. Я думаю, что если вы оставите вопрос Марату Шакерезьяновичу Хуснулину, то я в следующий раз постараюсь его задать. Поэтому, если у вас есть вопросы по развитию города, оставляйте в комментариях. На сих пока все. Еще раз нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. До новых встреч. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok